Рукопись о безделиях из мамонтовой кости увидела свет через сто лет после написания. Молодой московский интеллигент Евгений Лаврентьев, оказавшись по делам в Тобольске, заинтересовался местным косторезным промыслом. Наткнувшись в архиве на рукописный труд о нем, решил издать книгу. Автор Егор Симонов, учитель женской гимназии, был первым, кто описал Тобольскую резную кость за период с 1870 года по 1923. К 1923 году он описывает, что осталось всего 8 резчиков по кости, из которых только два действительно этим занимаются постоянно, а остальные только как подсобным ремеслом. Краевед Татьяна Солодова раскрыла почти детективную историю о жизни и смерти Егора Симонова. В 35 лет он умер при загадочных обстоятельствах. Сын священника, получивший духовное образование, успешно реализовал свои многие таланты. Он не только был педагогом, он был, как его называли, энциклопедистом, он был краеведом, он был искусствоводом, он был литератором. Современные косторезы книгу Егора Симонова встретили на ура. В ней есть биографическая справка о Михаиле Знаменском. Дается представление о том, как творили в прошлом коллеги Терентьев, Фурсов, Филимонов. Это первый и основной труд, на который опирали все исследователи. Василий Иванович Денисов, который в то время не мог заниматься резной костью, как хотел бы, и его мастерская называлась мундштучной мастерской. Настоящее время на подъеме Тобольская фабрика косторезных изделий. В городе есть частные мастерские, трудятся надомники. Пережив взлеты и падения, промысел возродился и процветает. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тюменская служба новостей.